Всем привет! Этот год подходит к концу, поэтому пришло время, я думаю, подвести итоги этого года. В этом году я прочла 108, по-моему, книг, и я довольна этим результатом. В прошлом году я, по-моему, прочла что-то около 120 книг и ставила себе на этот год точно такой же ориентировочный результат. Я хотела прочесть, что-то около тоже 120 книг, но по ходу года я поняла, что это много, что все-таки идеальное для меня число прочитываемых за год книг это 100. А тогда они все откладываются, в общем, в голове лучше, я их не забываю, тогда я читаю с идеальным для меня темпом, никуда не тороплюсь. И, в принципе, я довольна тем, как я читала в этом году, действительно я никуда не торопилась, выбирала именно те книги, которые я хотела, а все потому, что я не брала в этом году книжный вызов на лайв-либе, я не ставила для себя вот именно на лайв-либе цель прочитать определенное количество книг, потому что вот эта табличка сбоку, либо вы опережаете график свой на столько-то книг, либо вы отстаёте от своего графика, даже если ты и не придаёшь ей значения, но подсознательно у тебя откладывается в голове, что я отстаю, надо догнать, или наоборот, что я опережаю, надо опережать ещё больше. И даже когда идёт выбор, например, читать книгу на 400 страниц или читать книгу на 300 страниц, и ты пытаешься выбрать, что же читать дальше, ты, скорее всего, подсознательно потянешься к книге на 300 страниц, потому что, ну, у меня же книжный вызов, надо его выполнять. В этом году, наоборот, я очень неторопливо читала, читала именно в том темпе, в котором я хотела. Если раньше, когда, например, мне было нечего делать, я всегда себя сажала за чтение, то сейчас, если мне было нечего делать и читать не хотелось, я могла посмотреть сериал абсолютно спокойно, не боялась совершенно брать большие книги и в них зависнуть. Я, например, в этом году совершенно спокойно прочла первый том «Саги о форсайтах», прочла бы второй, если бы она мне понравилась, прочла тот же Джонатан Стрэндж и Мистер Норрелл сейчас. Вот, кстати, например, даже элементарный пример. Я вчера дочитала книгу Джонатан Стрэндж и Мистер Норрелл, и читала я ее две недели. И меня это абсолютно не расстраивает. Раньше я бы, например, даже себя заставляла читать эту книгу, даже когда не хотела, просто потому что, ну, две недели для меня это очень много. Я действительно не помню, когда я в последний раз читала какую-то книгу две недели. В этом году, наверное, такого даже не было, да и в прошлом. Я даже тот же «Под куполом Кинга», например, на 1100 страниц, прочла за шесть дней. А вот Джонатана Стрэнджа я читала две недели. И меня это абсолютно не беспокоит. Например, я не торопилась, у меня не было такой мысли, что, «Господи, я так долго читаю книгу, надо ее дочитать быстрее». Нет, я абсолютно спокойно читала, когда хотела. Если я не хотела, я могла и три дня не читать эту книгу. То есть я довольна тем, на какой темп я вышла в этом году. И я надеюсь, что я буду и дальше этот темп поддерживать в следующем году. И решила я, хотела сначала я вам рассказать в отдельном видео о лучших книгах года и в отдельном видео сделать такие книжные номинации и победители этих номинаций. Но как оказалось, что победители номинаций, понятное дело, это для меня лучшие книги года, поэтому я объединю эти видео, расскажу вам о некоторых номинациях, о некоторых книгах, которые я хочу выделить и отметить. И в конце уже покажу вам книги, которые стали для меня лучшими. Таких книг было шесть. Первая номинация, которая мне пришла в голову, это «Долгожданная новинка года». То есть книга, которую я в этом году очень ждала. Ждала, когда она выйдет, с нетерпением ждала и, в общем, с радостью купила. Первыми такими книгами стали две книги серии «Англия. Серьезно, но не очень». По-моему, они даже вышли в 2015 году, вот в декабре, где-то в конце 2015 года. Но купила я их и добрались они до меня, по-моему, даже где-то в марте 2016. Поэтому, в общем, это действительно такие мои новинки 2016 года. Почему я хотела именно эти две книги? Потому что «Стелла Гиббенс» — это классическая пародия на классический провинциальный роман. То, что я очень люблю. Я ожидала, что увижу здесь отголоски Джейн Остин, отголоски «Сестер Бронте». Но, честно говоря, для меня это не сильно какая-то понятная пародия получилась, не сильно внятная, как-то не сильно я ее, в общем, получила удовольствие, когда читала. И вторая книга — это «Барбара Пим» «Замечательная женщина». Читала Барбару Пим до этого в оригинале, мне очень сильно понравилось. Поэтому, понятное дело, с нетерпением ждала, когда выйдет книга ее на русском. Но эта книга мне понравилась гораздо меньше. Не скажу, что прямо разочаровала, но я, честно говоря, тоже ожидала от нее намного-намного больше удовольствия. Следующей такой книгой, можно сказать, как только я купила и прочла эти книги, у меня появилась новая новинка, которую я очень сильно ждала. Это «Берега» Дафны Дюмарье, роман о семействе Дюмарье. Очень сильно ждала эту книгу, потому что Дюмарье — один из моих любимых писателей, как вы знаете. И если те книги, которые выходили вот в этой серии раньше, это ее рассказы и новеллы, выходили до этого, их можно было найти в свободном доступе, в мягкой обложке, там вот в издательстве Лены с Датой они выходили, у меня было два сборника ее рассказов. А вот эта книга ранее не выходила, насколько я помню, ну, по крайней мере, я о ней вообще ничего не слышала, поэтому очень сильно хотела, во-первых, из-за этого, а во-вторых, из-за того, что здесь рассказывается о ее семье, о ее предках, о ее прабабушке, о ее бабушке, дедушке. В общем, это такая романизированная история семьи Дюмарье, написанная ею самой. Мне эта книга понравилась, и она оправдала мои надежды. И как только я купила и прочла эту книгу, у меня на последнюю треть года появилось новое наваждение. Это Йенс Андерсен, Астрид Линдгрен, «Этот день и есть жизнь». Это биография Астрид Линдгрен, это одна из моих самых любимых писательниц, я ее очень люблю и уважаю как писателя, мне она очень импонирует как человек, я ее уважаю как человека, как женщину, и поэтому мне очень сильно хотелось узнать о ее жизни поподробнее, о ее жизни больше. Здесь замечательное издание, я его совсем недавно купила, скоро прочитаю, надеюсь, еще пока не читала. Здесь очень много фотографий, очень много каких-то документов, обложек ее произведений. В общем, вы видите, сколько здесь всякого иллюстрированного материала, поэтому я практически уверена, что получу огромное удовольствие от чтения этой книги. Следующая для меня, следующая номинация – это «Автор открытия». Вначале, когда я еще две недели назад, по-моему, готовила этот, можно сказать, топ, эти номинации, я выбрала себе только одного автора, но буквально на днях, точнее, буквально вчера, я прочла, начала читать другую книгу и поняла, что хочу второго автора тоже сюда вставить. Первый автор – это Фредерик Бакман. Это действительно для меня «Автор открытия». Я сначала прочла его книгу «Вторая жизнь Уве», которая вышла в этом году, и мне она понравилась просто невероятно сильно. Я в эту книгу влюбилась, влюбилась в этого писателя, в то, как он пишет, в то, о чем он пишет, в то, каких он рисует персонажей. Потом я купила в оригинале уже его книгу вторую, и прочла, и убедилась в том, что этот писатель именно мой, пишет он так, как мне нравится, то, о чем мне нравится, и у него замечательные персонажи и сюжеты. И вот купила еще себе третью книгу, тоже в оригинале, которую хочу уже скоро прочесть, но откладываю себе на десерт, можно сказать. И писатель, которого я решила вставить в эту номинацию только вчера, это Арчибальд Кронин. Я прочла его «Замок Броуди» в этом году, мне он тоже очень сильно понравился. Я начала активно скупать книги этого писателя, и, понятное дело, планировать их прочитать. Добавить в эту номинацию я его не могла, потому как прочла только одну книгу, и называть автора прям своим автором-открытием года только по одной книге, это, в принципе, можно, но, мне кажется, это очень смело. Вполне возможно, что другие бы мне его произведения не понравились, и тогда он бы точно не стал для меня ни автором-открытием, ни любимым автором. Но я начала читать вчера его книгу «Ключи от царства», и мне она понравилась очень сильно. Я еле себя оттянула за уши и прочла 150 страниц просто за один присест. Я поняла, что Арчибальд Кронин мне очень нравится как писатель, мне нравятся его сюжеты, невероятно увлекательные и интересные. Мне нравится его язык. Он очень простой, и в то же время он очень красивый. То есть вот Арчибальд Кронин такой идеальный классик для тех людей, кто боится знакомиться с классикой и считает, что она будет для него сложной, что он в ней зависнет. Вот действительно такой вот прекрасный писатель с увлекательными книгами и хорошим языком. И вот у меня есть еще две книги, покажу. Это «Звезды смотрят вниз», я их еще пока не читала. И в этом году купила его «Букинистику», «Букинистическую книгу». Здесь три романа, я надеюсь, их переиздадут, потому что это издание такое уже потрепанное. Хочется его заменить. Это «Цитадель», «Юные годы» и «Путь Шеннона». Вот, в следующем году планирую читать обязательно «Цитадель». Следующая номинация, как-то они у меня хаотично все расположены, вы уж не обижайтесь, это «Разочарование года». Тут я хочу рассказать о двух книгах, сейчас расскажу об одной, здесь такая должна быть предыстория. Я очень лояльный читатель, и вот на Лайвлибе я книги оцениваю очень лояльно, то есть для меня любая книга уже хорошая. Вот да, есть читатели, которые считают, что книга должна заслужить их пятерку, то есть если вот она чем-то особенным не заслужила, то они поставят 4, 3, но не 5. Я противоположный читатель, то есть я считаю, что любая книга хороша, любая книга заслуживает пятерки, поэтому если мне книга понравилась, то я ей ставлю 5. Если у меня возникли к ней какие-то вопросы, некоторые моменты меня не сильно порадовали, то я ей ставлю 4. Если мне книга не понравилась, я ей ставлю 3. А если книга меня прям вот чем-то именно взбесила и раздражала по ходу чтения, что я прям не могла, как она мне сильно не нравилась, я ей ставлю 2. Чтобы я поставила книге 1 балл, такого не было никогда, я такого не помню. И вот в этом году была книга, в которой я поставила 1 балл. Я считаю, что это мусор, что такое издавать вообще нельзя было, как такое издали, я не понимаю, и как такое можно читать, я не понимаю. Нет, я не хочу быть настолько категоричной. Ну вот, в общем, вы поняли мое отношение к этой книге. Она меня очень сильно взбесила, во-первых, тем, что стоит она ни много ни мало, но 200 гривен. Мне она обошлась, по-моему, в 200 гривен. Это можете умножить на 3 и получите ориентировочную сумму в рублях. То есть, да, 600 рублей плюс-минус. Эта книга стоила мне. И хорошо, что у меня была возможность ее поменять. Если бы у меня не было такой возможности, и эти деньги бы пропали, то я бы взбесилась еще больше. Поэтому вот, это Тони Беар, «Большие бульвары». Она меня настолько разочаровала, точнее, не разочаровала, она мне настолько не понравилась, что я даже о ней не рассказывала в отчете о прочитанном за какой-то там месяц, в котором я ее прочитала, но это фу. Сейчас я вам зачитаю цитату, которая полностью характеризует эту книгу. «Она тоже улыбнулась, и их губы встретились. Рука Макса скользнула под блузку Барбары, нежно поглаживая ее грудь. На долю секунды он задумался о том, что собирается вступить в любовную связь с женщиной, которая спала с бисексуальным дружком его собственной дочери. Но скользнув руками ниже, он выкинул из головы эту неудобную мысль. Упругие ягодицы Барбары убедили его не обращать внимания на такие мелочи». То есть, вот в этом вся книга. Почему я, в принципе, купила эту книгу? Потому что в аннотации было заявлено, что это очень комичная история о жителях многоквартирного дома, которые собираются сносить, и они объединяют свои усилия, чтобы противостоять этому, в общем, сносу здания. И я очень люблю такие истории, где очень много людей с разными характерами взаимодействуют, когда их что-то объединяет, они сплочаются, враги мирятся, друзья становятся любовниками и так далее, и так далее, в общем. В итоге это оказалась история девушки-актриски, которая расходится со своим парнем и переезжает жить к своему отцу. Там она в первый же день знакомится с двумя мужчинами. Ну и, понятное дело, весь сюжет, она спит с ними всеми по очереди и пытается решить, какой же ей мужчина-бедняжке больше нравится и как же определиться, кто из них лучше. Походу есть второстепенная линия сюжета как раз-таки о жителях этого дома. Первая второстепенная линия – это война, борьба владелицы магазина секс-шопа с владельцем бара, потому что она считает, что этот владелец бара отбирает у нее клиентов каким-то чудесным образом, не знаю как, если только вибраторы он себе на барную стойку не расставлял, то как можно отбирать клиентов в столь разных заведениях, непонятно мне. Но, в общем, там велась целая война, военная кампания. И вторая сюжетная линия – подростков, которые только начали отношения, вступили в такой прекрасный период, очарованы друг другом, влюблены друг в друга, а потом девушка узнает, что ее парень сидел на порно-сайте. И, короче, она очень сильно на него обижается, и этот парень в всю книгу грустит, расстраивается, «Господи, как же мне изменить ее ужасное обо мне мнение?» В общем, книжка, ну просто действительно мусор. Извините меня, да, поклонники этой книги, извини меня, пожалуйста, автор, но я, честно говоря, не знаю, если бы она действительно вышла вот в этих дешевых сериях, на которых говорящая обложка, что там какая-то развратная женщина, например, если бы там действительно была такая говорящая обложка с каким-то секс-шопом или там с женщиной, которая с двумя мужчинами, например, то и вышла бы она там в какой-то такой вот понятной серии подобной, в мягкой обложке, не настолько дорогом каком-то издании, то претензий у меня было бы к ней гораздо меньше, но ее сделали с такой милой, приятной зеленой обложкой, с таким вот силуэтом женщины в шляпе. И я подумала, что это будет что-то такое французское, такое вот очень благородное, да, но, в общем, ужас. Но эту книгу нельзя назвать разочарованием, потому что я от нее, в принципе-то, ничего и не ожидала, чтобы разочаровываться. А разочарованием этого года для меня стала книга «Элизабет Гаскелл. Север-Юг». Она лежала у меня на полках года три, может, чуть меньше, и не читала я ее по той простой причине, что я была уверена, что она мне понравится. То есть я оставляла ее на то время, когда мне не захочется сюрпризов, когда захочется прочитать действительно то, в чем я уверена, что мне понравится. И каково же было мое удивление, когда мне эта книга не понравилась абсолютно. Хотя я люблю литературу викторианской Англии, я люблю английскую литературу. Это вот, можно сказать, моя любимая, да, литература английская, тем более XIX века. Я не могла допустить ни мысли, что мне эта книга не понравится. Причем ее прошлая книга, которую я не прочитала, Мэри Баттон, мне она понравилась. А вот это главное произведение в творчестве Гаскелл. А, еще Крэнфорд, мне безумно понравился Крэнфорд. А вот главное произведение в творчестве Гаскелл мне совершенно не понравилось. Не буду долго рассказывать, почему мне эта книга не понравилась. Я об этом говорила в классическом теге. Можете перейти посмотреть, если вам интересно. Это самый обычный любовный роман. Ничего я против этого не имею, потому что, например, та же Джейн Эйр мне понравилась очень сильно. И это тоже стабильный любовный роман, в котором наши герои в самом начале знакомятся. И мы понимаем, что они в конце произведения будут вместе, так же, как и здесь. Но там Джейн Эйр, господи, там Шарлотта Бронте перетягивает внимание с любовной линии на много других побочных каких-то вещей, побочных линий. То есть читатель не устает от этой любовной линии, не устает от персонажей. Эта же книга мне показалась очень пресной. Вот именно такое для нее слово. Она какая-то вся такая бесцветная, такая серая. И вот ничего в ней такого прям цепляющего нет. Главная героиня меня жутко раздражала. Меня жутко раздражали ее родители. Это абсолютно не обаятельные персонажи, не обаятельные люди. Переходим к хорошему. Лучшая не художественная книга. Следующая номинация. Сколько здесь книг, ничего не могу найти. Лучшая не художественная книга. Это автобиография Ричарда Фейнмана. Вы, конечно же, шутите, мистер Фейнман. Эта книга для меня стала открытием. Этот человек для меня стал открытием. Мне очень понравилась его личность. Мне понравилась его жизнь, взгляды на жизнь, его интересы, его увлечения, его отношения к жизни. В общем, он мне очень сильно понравился. Если говорить, что какая книга на вас повлияла, то, скорее всего, какое-то влияние на меня оказало автобиографию этого талантливейшего, интереснейшего человека. И я с удовольствием буду читать абсолютно все, что он написал еще, его лекции, в общем, остальные его произведения, его какие-то размышления. Очень хочу прочитать его, очень хочу прочитать, в общем, грубо говоря, продолжение этой книги. Я не помню, как оно называется, но обязательно сделаю это в следующем году. Следующая номинация – лучшая детская книга. Такой книгой для меня стала Астрид Линдгрен на острове Сальдкрока. Это невероятно прекрасная история, очень теплая, очень добрая история о прекрасной семье, о прекрасных людях, о прекрасных детях, которые живут на маленьком острове. И вот друг с другом играются, проводят время, решают какие-то свои проблемы. Здесь прекрасные персонажи, я в них просто влюблена, и мне очень жаль, что у этой повести маленькой нету продолжения, что она вот такая вот крошечная, потому что мне бы хотелось с ними встретиться еще. И, возможно, то, что я читала этот роман на родине автора, как-то добавил для меня атмосферности и попал мне в сердце еще больше. Поэтому вот жаль, что нет продолжения, единственное, что остается, это перечитывать вот такое вот прекрасное издание, которое, кстати говоря, вышло в этом году, я чему очень рада, с удовольствием его купила. Следующая – лучший сюрприз года, то есть это противоположная номинация разочарованию, можно было ее, кстати, поставить после разочарования. В общем, книга, от которой я ничего не ожидала, но получила очень много. Я над этим вопросом особо долго не думала, мне пришла в голову книга, и я решила сразу же рассказать о ней. Возможно, что-то бы подошло больше, но назову Патрик Казюскинда «Парфюмер». У меня очень предвзятое отношение к экранизациям. Я не люблю экранизации, я их не смотрю, мне не интересно абсолютно, поэтому, если вы меня спрашиваете, смотрела ли я экранизацию, можете даже не спрашивать. Я никогда экранизации не смотрю. То же самое можно сказать и наоборот, если я как-то каким-то случайным образом посмотрела экранизацию, то книгу я, скорее всего, потом читать не буду, мне тоже становится неинтересно. С «Парфюмером» у меня получилось точно так же. Я в детстве, когда мои родители этот фильм смотрели, мне было нечего делать, я, в общем, решила посмотреть вместе с ними. Поэтому книгу я уже, когда выросла, читать не планировала, потому что я абсолютно уже знаю все, в чем там дело, что там происходит, чем там все заканчивается, в общем, и мне было абсолютно неинтересно. Но все-таки я решила попробовать. Во-первых, мне горячо эту книгу советовал человек, чему мнению я доверяю. Во-вторых, потому что это все-таки культовое произведение, его любят, читают, и мне стало интересно, ну что же там в нем такого прям интересного, что так вот его все любят. И решила прочитать, благо книга маленькая, думаю, если не понравится, быстро с ней раскритаюсь. И я настолько сильно удивилась, что мне эта книга очень сильно понравилась, даже несмотря на то, что я смотрела экранизацию и знала, к чему все идет, чем там все закончится. Мне в первую очередь очень понравился язык Патрика Зюскинда, его описание, его такой маленький, маленькую его иронию, сарказм, иногда сквозящую в тексте. И мне очень сильно понравилось, в отличие от фильма, фильм у меня оставил отпечаток омерзительного такого фильма, чего-то очень неприятного, омерзительного и гадкого. А в книге мне понравилось то, как как раз-таки объединяется омерзительное с прекрасным. То есть вот эти вот переплетания описаний прекрасной парфюмерной лавки с прекрасными запахами, красивыми баночками, благоуханием, которая стоит посреди зловонного Парижа, рядом с рынком рыбным, в котором очень жутко воняет, рядом с вонючей застоявшейся водой. И вот так вот и вся книга, вот вся книга такая в ней переплетается прекрасная с омерзительным и получается что-то очень невероятное, то, что мне очень сильно понравилось. Следующая номинация, я не знаю, как ее корректно назвать, потому что все-таки самая красивая книга как-то не звучит, но мне очень хочется эту номинацию сделать, потому что у меня есть две книги, которые я вам очень хочу показать, они в эти номинации очень подходят. Первая книга это посмертная записка Пиквикского клуба, которую я купила совершенно случайно, по очень низкой цене для этой книги, я ее купила за 150 гривен, потому что она 2006 года, и как-то она затесалась в общем в интернет-магазине. Я решила, ну, 150 гривен, у меня ужасное издание Пиквикского клуба, это азбука классика такая, но из-за того, что книга очень объемная, там очень маленький шрифт, из-за того, что она объемная, она как-то рвется. Я решила, думаю, заменю-ка я себе это издание, и я просто не ожидала, что я получу в итоге. Это произведение сопровождают его постоянной иллюстрацией, на каждой странице иллюстрации таких самых знаменитых художников, которые иллюстрировали этот роман. На каждой странице есть какая-то красивая картинка, иллюстрация, а потом текст перемешан с отрывками биографии Диккенса. Очень хорошее, красивое издание, я прям сама себе обзавидовалась, когда я его получила. И второе, эту книгу я вам почему-то не показывала, я забыла это сделать, не знаю, как так получилось. Это биография Астрид Линдкрен, которую я привезла из Швеции. Я когда увидела эту книгу, посмотрела ее иллюстрации, я влюбилась просто в нее, но стоила она довольно недешево, и при этом она на шведском языке, который я совершенно не знаю. И я, в общем, две недели мучилась, думала, нужна мне эта книга или нет. В конечном итоге я решила ее купить, и я нисколько не пожалела. Я когда сейчас представляю, что я бы ее не купила, у меня прям холодок по коже проходит, потому что она действительно очень прекрасна. Здесь прекрасные иллюстрации. И, во-вторых, эта книга стала идеальным таким настоящим вот сувениром из Швеции, который полностью символизирует такой вот период времени, который я там провела. Лучшего сувенира я бы для себя, честно говоря, и представить не могла. И, в-третьих, я начала учить шведский язык, поэтому эта книга стала для меня таким еще и стимулом выйти на тот уровень шведского языка, чтобы я смогла прочитать и понять эту книгу. То есть одни плюсы от такой покупки. И здесь замечательная иллюстрация, эту книгу листать одно наслаждение, честно говоря. Вот, поэтому очень счастлива. Следующая номинация, предпоследняя, лучший подарок. Вы об этих всех книгах и эти все истории слышали уже по 250 раз, если вы меня давно смотрите, поэтому не обижайтесь. Мне нечего рассказать. И историю с этой книгой, я думаю, вы все уже 300 раз слышали. Эта книга стала для меня лучшим подарком, мне ее подарила подписчица. Я очень часто говорила, что это одна из моих самых любимых книг, и я мечтаю найти ее в бумаге. Я читала ее в электронном варианте, но в бумаге ее сейчас уже вообще не найти. И одна моя подписчица решила мне ее подарить, искала в магазинах, ее, понятное дело, там нигде не было, поэтому она написала в издательство Фантом Пресс и попросила у них экземпляр этой книги. Она 2009 года издания, спросила, не завалялся ли у них какой-то экземпляр, чтобы отправить девочке, которая влюблена в эту книгу, считает ее одной из своих самых любимых, очень хочет ее в бумаге. Фантом Пресс отозвался, прислал ей эту книгу, и она мне ее подарила. В посылке вместе еще с кучей других подарков. И для меня эта книга важна не потому, что, в первую очередь, не потому, что это одна из самых любимых книг, и наконец-то она у меня есть в бумаге, я смогу перечитать ее не только в электронке, но и в бумаге, я могу ее листать, трогать, щупать, в первую очередь потому, что она мне подарила прекрасного друга. С этой подписчицей мы начали общаться, переписываться, мы поняли, что мы очень похожи, просто невероятно похожи, и теперь она стала моим замечательнейшим другом, мы с ней целыми днями переписываемся, общаемся, так что вот такой вот подарок два в одном. Не только книга мне, не только я книгу получила, которую мечтала, но и замечательнейшего друга. И последние три номинации я объединю с лучшими книгами года, то есть сейчас я вам покажу шесть книг, которые стали для меня лучшими в этом году. В номинации лучший классический роман у меня вот Анре де Бальзак, Отец Горио. С Бальзаком у меня очень странное отношение, мне не понравилась его шагриневая кожа, оставила абсолютно равнодушно его Евгения Гранде, но вот этот роман мне понравился настолько сильно, что я могу даже причислять Бальзака к своим любимым писателям только уже благодаря одному этому роману, хотя вот у нас с ним довольно натянутые отношения в плане пока что других его произведений, которые я прочитала. Настолько сильно мне эта книга понравилась, что я причисляю Бальзака к числу своих любимых писателей и обязательно буду знакомиться с его творчеством дальше. И эта книга стала одной из моих самых любимых книг в классической литературе. Лучшая современная книга, лучшая книга современного автора. Для меня это «Вторая жизнь Уви» Фредерика Бакмана. Я просто влюблена в эту книгу, она очень теплая, очень душевная. Я надеюсь, все, кто взял ее после моей рекомендации читать, я видела, уже кто-то ее покупал и говорил, что после моего отзыва купила. Я надеюсь, эта книга всем понравится, потому что она того заслуживает. Далее, третья, получается, лучшая книга года для меня. Это автобиография Ричарда Фейнмана. Замечательная книга, к которой я буду очень долго еще возвращаться. Четвертая, лучшая книга года для меня, это «Арчибальд Кронин. Замок Броуди». Очень мне она понравилась, как-то запала мне в сердце, хотя когда я ее читала, когда я ее только дочитала, я написала в отзыве, что я эту книгу не могу называть своей любимой, и перечитывать я ее тоже не буду из-за тех тем, которые поднимаются в этом романе. Она очень тяжелая, она очень сильно на меня как-то повлияла, очень тяжело мне было ее, в общем, читать. Но потом я словила себя на мысли, что вот, наверное, из всех книг, которые я прочитала в этом году, к этой я мысленно возвращаюсь чаще всего, мысленно переживаю те ситуации, которые пережили наши главные герои, мысленно возвращаюсь к тем эмоциям, которые испытывала во время чтения, пытаюсь прочувствовать все те эмоции, которые испытывали персонажи, вот. Поэтому я все-таки поняла, что не могу я сказать, что эта книга не является моей любимой, она уж точно попала в список любимых. Далее, получается, пятая книга, пятая же? Да, пятая. Пятая книга – это Агата Кристи и ее автобиография, я ее ранее в топе не показывала, но это замечательнейшая книга, благодаря которой я обрела себе нового друга. Агата Кристи для меня открылась не только как женщина, которую я чрезвычайно уважаю, и не только женщина, и не только очень талантливый писатель, который, грубо говоря, совершил прорыв в своем жанре, если говорить о детективных романах, то первое, кто приходит в голову, это, наверное, Агата Кристи и Конан Дойл. Настолько сильно вот они в своем жанре выделились. Но когда я прочитала автобиографию Агаты Кристи, я поняла, что это еще и невероятно интересный, добрый, какой-то увлекательный человек, нельзя сказать, веселый человек, и что узнавать о ее жизни мне было до такой степени интересно, как будто это все происходило не с каким-то посторонним для меня человеком, а как будто это все происходило со мной. И вот я с таким удовольствием, с таким упоением читала о ее жизни, о том, какие с ней происходили. Приключения, о ее путешествиях, увлечениях, археологии и о всем остальном, о ее детстве особенно, это, наверное, мои любимые главы, что когда я закрыла эту книгу, у меня было такое опустошение, как будто я больше никогда не смогу пообщаться со своим каким-то любимым другом. Закончился наш диалог, но остается только ее, понятное дело, перечитывать. И я буду с удовольствием ее перечитывать, когда захочется вернуться к какому-то человеку, который мне очень приятен. И последняя книга, это, можно сказать, лучшая книга года для меня. Я не помню, когда я в последний раз с таким прям удовольствием читала книгу, когда я в последний раз испытывала такие эмоции по отношению к книге, когда нравится абсолютно все, вот абсолютно все. Каждая запятая, каждая точка, каждый персонаж, каждое действие, каждая локация, в которой происходит это действие, оно все настолько в точку, настолько мне близко, настолько мне нравится. Каждое слово, каждое описание. И вот я читаю и понимаю, что такую книгу хотела бы написать я. Это Джон Бойтон Пристли «Добрые друзья». Невероятно прекрасная книга. Она, наверное, как раз-таки могла бы и попасть в удивление года вместо парфюмера, потому что я совершенно не планировала ее читать, и попала эта книга ко мне совершенно случайно. Я прочла аннотацию и подумала, что вполне возможно, когда-нибудь было бы неплохо прочитать эту книгу. Но потом все-таки аннотация меня заинтересовала, я решила попробовать, почему бы и нет. Ничего особо от этой книги не ожидая. Но и даже по обложке, посмотрите, что можно ожидать от книги с такой обложкой. Вот. Но получила я любимейшую книгу, просто замечательную книгу, прекрасную книгу, и буду ее очень часто перечитывать, я в этом уверена. Так что всем советую. Ааа, позолото стирается. Вот. Надеюсь, ее перестадут в каком-то хорошем издании получше, чем это. Вот такие вот у меня были итоги. Надеюсь, видео получилось не сильно сумпурным. Надеюсь, что оно вам понравилось, конечно же. Напишите мне, какие у вас были лучшие книги года. Мне очень это интересно. Я, может быть, что-то возьму себе на заметку. Так что спасибо большое за просмотр. Пока.